Всем привет, с вами Михаил, и сегодня у нас будет очередная, восьмая часть поражения кампании за Китай в игре Ultimate Admiral Red Notes. Начнем мы с ваших комментариев, сейчас на экране. Многие про них спрашивали, неужели я забросил традицию публиковать ролеплейные лучшие комментарии перед началом серии. Нет, не забросил, но прошу прощения, что в прошлой части Red Note'ов и War on the Sea я ваши комментарии не вставлял. Опять же, там были очень классные, безусловно, я их читал, как говорится, где-то смеялся, где-то плакал. Вот, просто бывает, бывает, приходится монтировать серию, скажем так, на коленке, да, на бегу, где-нибудь на рабочем компе, что-то еще, то есть, и просто могу забыть. За это я прошу прощения еще раз, я не раз говорил, то есть, я буду стараться вставлять комментарии, но не всегда это возможно. Опять же, все-таки вас много, да, на канале уже больше 8 тысяч зрителей, я один, поэтому где-то что-то, конечно, могу недосмотреть, да, кому-то могу забыть ответить на какой-то вопрос, вставить комментарий, и т.д. и т.п. За это прошу не обижаться, ну, опять же, все мы люди. Вот, опять же, сегодня, как я уже говорил, у нас будет восьмая часть, до этого выходило видео по мультиплееру в Red Note'ах. Соперника, скажем так, постоянного пока что для всяческих тестов, да, там и съемки видео себе еще не нашел, онлайн пока что все так же мертвый, то есть, какой-то снять бой мне не удалось для вас с живым игроком, но я буду стараться. Я буду стараться, буду периодически заходить, искать какие-то бои, опять же, может быть, скопирую с кем-то из англоязычного комьюнити, попробуем, попробуем, вот, потому что, опять же, мне это очень интересно, за развитие мультиплеера я буду следить, и, соответственно, периодически, скорее всего, буду показывать какие-то видео, да, да, его релиза, как там сейчас обстоят у нас дела. Вот такие вот у меня планы, ну что, поехали, продолжаем эту кампанию, кампанию, которую мы с вами оставили в январе 1913 года, два у нас сражения сейчас висят, одно из них в Средневное море, давайте посмотрим, что у нас здесь, ох ты, а здесь у нас наш Дзянь легкий крейсер, Генан наш Люйбу, вопрос, что у нас с топливом сейчас против, Альмиранта линейного крейсера, легкого крейсера, есть Минца, французских, естественно, ну, тут бой довольно сложный, опять же, отозвать, видите, не могу, то есть здесь у нас не убежать мне никак, поэтому будем вступать в бой, будем драться, но в целом наш крейсер адекватен французу, потому что у нас 14 234-мм пушки против его 8 251-мм орудия, то есть, ну, плюс-минус по калибру, конечно, на 20 мм у него потяжелее, да, корабль, безусловно, вот, но у нас скорость побольше на три узла, и количество пушек у нас тоже побольше, поэтому здесь, я думаю, что можно побороться, и вполне можно попытаться французов сейчас отправить на дно, давайте, я думаю, что с такой легкой разминочки мы с вами начнем, ну, как легкий, легкий, бой-то будет, скорее всего, нелегкий, особенно, если у нас топлива будет мало, ну, попробуем, поехали. Так, главное, что с погодой повезло, у нас с погодой повезло, погода обычная, хотя бы не ночь, хотя бы не что-то еще. Так, дзянем рисковать сейчас не буду, давайте его сейчас в корму Генану поставим, что у нас по топливу, 70% отлично у него, у дзяня, соответственно, 67%, прекрасно, прекрасно, то есть, можем воевать, можем драться. Все, шикарно, давайте пока что идем тогда на противника, дзянем можно будет сейчас вперед подсветить, ну, в принципе, давайте, давайте, да, так, тяжело, у нас пока ход поменьше, ему 20 узлов сделаем. Сейчас дзянь его обгонит, да, и будет выполнять как раз свою роль скаута, хотя я боюсь, что сейчас противник нас уже видит раньше, да, нас уже заметили. Опять же, линейный крейсер видит далеко, видит хорошо, как говорится, высоко сидит его командир, да, далеко глядит, но при этом орудия у него не такие дальнобойные, как наши, это наш шанс, это наш плюс. Так, давайте сейчас лево на борт, открываем огонь, дзянь тоже лево на борт, ход у нас 20 узлов, оптимальная скорость у нас 14, давайте пока что кинем где-нибудь, наверное, даже до 17, может быть, почему бы, собственно, и нет. Так, кого не ведем фугасами, да, с броневойками с такой дистанцией мы его не пробьем, но фугасами его повредить можем, тем больше, точность у нас уже 12%, это на дистанции в 11 километрах, но неплохо. Так, а француз, да, пускай как раз попристреливается пока под дзянью, дзянь, таки, цель более мелкая, чем наш тяжелый крейсер, опять же, дзянь, цель более быстрая, прицелить один узел, как ни крути, в него еще попробуй попасть. Хенан наш идет на 17, на 17 сейчас, ну, фактически, да, 17 есть. Француз уже получил два попадания, ну, я думаю, сейчас так мы его настройки разрешетим, пока он с нами сближается, а дальше уже добьем, дальше уже добьем. Бронебоечки, ну, там упор не упор, поглядим, выбили трубу сейчас домовую, ну, не выбили пока что, пробили, опять же, не забываем, да, что у французов где-то есть еще эсминец, судя по домам, вот он, и легкий крейсер, а может быть, там, здесь крейсер, там эсминец. Ну, ждем, ждем их подхода, так, дзянь, давай-ка сейчас немножечко лево-наборот возьмем, то прискеливается противник, все-таки по нам. Так, Хенан, давай немножечко тоже лево-наборот, опять же, сейчас решит, конечно, наше большее количество стволов, это однозначно, и точность еще 20%. Все-таки француз не такой точный, главное сейчас дзяню бы не подставиться, дзяню надо как-то уходить, дзяню надо еще сильнее лево-наборот дать, потому что противника мы сейчас уже увидим и без дзяня, и сейчас, в общем-то, нам уже как скаут, как разведчик при эскадре, ну, два корабля тоже эскадрят какие-то, но все-таки нам уже не нужен. Так, давайте французу частичное пробитие, ну, 10 попаданий, да, 400 урона, конечно, урон очень маленький, но что поделать, шатаем плит, опять же, да, поджигаем, убиваем команду, убираем какие-то аварийные партии француза, то есть делаем всякое неподкерпство с ним, все как надо. Так, дзянь, давай-ка сейчас в килливатр туда крейсеру вставай, нашему Хинану, потому что, судя по всему, к нам сейчас подойдут уже и легкие силы противника, а переключать ГК я бы точно не хотел, потому что мы нормально постерялись, точно что у нас 65-66%, дать нам увеличу ход до 20 узлов, надо уже потихонечку здесь кочегарить нас. Так, а что у нас по пробитию на дистанции 5 километров, давайте поглядим, 5 км у нас, ну, 270, бронебойка мы можем взять, давайте попытаемся бронебойчиками поработать следующие несколько залпов, я думаю, что можно-то зайти, француз, конечно, кучно, кучно кладет снаряды, ничего не скажешь, прям, ай, прям больно, 1400 урона, минус кормовая башня у нас, затопление, затопление. Конечно, француз пылает просто весь, может даже иметь смысл дожечь, дожечь, при том, что у нас сейчас лол, да, даже не пикринка. Ну, вот бронебойки, видите, да, пока особо вот так, Геннад приключил, ой, Геннад, зачем ты сделал ГК перевел, бот, вот ты, люблю я тебя, бот, люблю я тебя, юнга, да? Ну, попал, конечно, попал, молодец, да, в эсминец накрывал первым же залпом, все хорошо, но вот, дядь, давай по эсминцу конкретно ты, а Геннад, давай бронебойчиками, дистанция уже меньше пяти, ну, надо. Ну, видите, опять разбил пристрелку, у него было 60%, и он ее сбил себе. Правда, конечно, и француз, справедливость, ради, сейчас себе ее сбил. Так, надо нафугаться, потому что француз от нас уходит сейчас в сторону. Ну, залп, конечно, у француза капец какой плотный, мне страшно, мне страшно ко мне летит. Так, есть попадание, точность 40, 45, отлично, все, догнали по точности, а дядь наш расковыривает сминец, который, таки, смотрите, гад успел пустить торпеда. Дайте-ка, ход сейчас, три узла, лево на борт дадим. Француз, стреляя дистанцию, разрывает, ну, и мы немножечко притормозим, разрываем дистанцию. Так, торпеды пропустили, все, снова 22, давайте, и право на борт. Так, ну, француз пока от нас уходит, я не стрелял с торпедами по эсминцу, но тут зря, конечно, уже зря, зря. Так, ну, легкие силы мы уже у них ликвидировали, это хорошо. Так, победили машинку нам, плохо. Так, ну, смотрите-ка, мы французу отопление сделали бронебойкой сейчас. Причем мы ему сделали как бы даже не опаснее сейчас. Давайте работаем пока бронебоями, но точность постоянно плавает, видите, сейчас такие небольшие карнаты описывает француз, пытается он как-то скрыться от наших залпов, пытается он дать своему кораблю шанс немножечко очухаться, да, привести себя в порядок. Так, ладно, пока рикошетом на фугасы тогда переводим. Повреждение есть, да, такая обоюдная сейчас кромсание кораблей, но в целом у нас пока что затопление-то поменьше, ну, по экипажу потерь при нас измеримый 5 на 8 в процентах. Так, дзянь, давай-ка тоже фугасами, бронебойкой не надо, не пробьешь, у тебя все-таки 4-дюймовки обычные. Так, альмиранты, ну, скорость мы ему точно подрезали, сейчас он идет на 19 узлах, у нас дзянь на 20, ну, дзянь на 22, то есть мы уже быстрее, чем противник. Ну, пускай он попытается отойти, сейчас накидаем ему фугасами еще в корму. На самом деле, на место француза, мне кажется, разрывать дистанцию была уже плохая идея, он только стал у нас поспирялся нормально, да, только нам накидал и тут же пошел на отход, но... Звезды у него пошли затопления. Так, давайте немножечко право на борт, будем потихоньку догонять, чтобы нам его не потерять бы из виду, потому что уже 9,6, а мы его, получается, видели с 11, да. Отвечает нам кормовая башня, мы пока что бьем уже практически всем бортом, но еще пару залпов, да, и надо преследовать его, потому что 10 км уже. Все, давайте право на борт, ход самый полный, сколько сможем. Дзянь тоже право на борт, вперед. Француз уходит, я не хотел бы его отпускать, сейчас и как раз, ну, как вариант, попытаться добить Дзянем тропедами. Как вариант, как вариант. Да, сейчас, конечно, огневая мощь нашего корабля сильно уменьшится, только носовые у нас будут работать. А там у нас всего лишь 4 орудия, плюс 5 еще, может быть, бортом. Так, а, смесь-ка, француз, который взвернулся, взвернулся и на стойку нам сразу же накинул. Благо, и мы тоже его закромсали в ответ. Далее мы еще пробить, и так, Дзянь пошел вперед, кстати, смотрите, здесь французский легкий крейсер неподалеку, тоже опасно. Так, а торпеда у нас на 3 км у Дзяня. Так, Дзяню лево-наборот, Дзяню дымы, потому что противник пошел по нему, по нему работать. Давайте сейчас по правому борту поворачиваем, и как раз уходим в торпедо. Сближаемся, сейчас сближаемся, сейчас уже, кажется, все или ничего. У нас орудия должна быть пускай острей, и шансы есть. Плохо, видите, он идет таким на самом углом ко мне, то есть, я только фугасами могу работать, и больше ничем полезным, да, скажем так. Так, Дзянь, давай сейчас, да, Дзянь пустил тропеда, молодец, Дзянь. Так, Дзянь, теперь уходим, 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 сильнее влево, на полном ходу. Вот сейчас француз будет, скорее всего, поворачивать, я думаю, что вправо. У него один вариант, иначе он сейчас схватит все наши 5 торпед. Идут кто пока хорошо, Дзянь пока молодец, хорошо пустил. Главной корабль серии работает прям отлично. Слушайте, и француз, когда-то даже таки получат, прямо Мидель судя по всему, маневренности уже ограниченности. Да, есть 5 торпед, все 5 торпед он схватил. Все-таки уже у него вода в отсеках есть, да, уже особо сильно не покрутишься. И крены, и все дела. Механизмы поврежденные, заклиненные. Ну и то, смотрите, блин, сделал затопление, а нам еще одно. Так, бронебойки, 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 скорее бронебойки. Нам нужны бронебойки. Ну, он практически тонет, но одного отсека может не хватить. Нет, все, все, есть, мы его сожгли. В итоге мы его даже, за сожалению, утопили. Все, давайте-то по французскому крейсеру, Дзянь тогда к развороту сейчас через левое плечо. Французский крейсер понял, да, что бой-то пошел как-то не так, как он планировал. Сейчас, скорее всего, будут топить. Да, не, скорее всего, а точно, потому что у нас скорость, у нас все. Ну, как раз, давайте бронебойки попробуем 7 км, я думаю, что... И только, так, грязь, в смысле, взял, попал в нас гадский папа. Так, у нас минус машина, и ход упал до 16. Ну, благо, сделали мы и ему сейчас затопление бронебойкой. Так, ну, сейчас Дзянь, сейчас Дзянь подойдет, я думаю, что он разрулит этого француза. Ну, вот, кстати, крейсер довольно точный, да, сейчас попадает уже, не одно попадание, Аргенан сделал. Причем довольно больно и довольно опасно. Ну, все, пошли сквознячки у нас с выбитыми рулями, с затоплением. Так, у нас тропеды правого борта еще остались на Дзянь. Давайте-ка правым бортом повернем сейчас, и, может быть, его тропедами доканаем тогда. Так, сряда на авто, наверное, даже не авто, а ББ. ББхи, так, тропеда одна пошла. И сразу же давайте лево-набор, потому что у нас тропеды тоже пойдут. А Дзянь, смотрите, так снайперски пульнул одну и идет прямо вот точно в... Гвер у нас. Ну, попало, но не взорвалось. Зараза, зараза, зараза. Так, ладно, Дзянь, давай тогда на циркуляцию пока. Ну, там сейчас неплохо и Хинанаму его крошат своим главным калибром. Так, отлично. Так, догоняем его хоть нет. Ну, 14 узлов-то, ничего мы особо не догоняем. Давайте фугасами еще поработаем, а то бронебойки как-то не так эффективно. Так, Дзянь пустил еще тропеды, которые попали. Опять тропед, все, мы его прикончили. Дзянь, конечно, тоже получил затопление сейчас, но бой, наверное, выигран полностью. Отлично, отлично, хорошая разминка. Да, 0 к 3, 18 тысячи 3 поинтс, все прекрасно. Что у нас там по статистике-то, мне вот даже интересно. Ну, 21% точность СГК у нас, 6% у бота по легкому и по линейнику. Для бота неплохо, наверное. Ладно, поехали. Продолжаем. Так, что у нас еще здесь за бой? Получается, тоже средиземка, ну, 1 на 1 против Дипида Лома. Давайте прям автобоем, потому что любой, я думаю, что должен выиграть здесь, не хочется не тянуть. Да, Дипида Лом получил тяжелое порождение. Конечно, могли бы его вручную утопить, безусловно, но тут исход был бы, в принципе, очевиден. То есть, и смысла особого я не видел в этом скажении. Так, и наш лот пока что на Корсике чинится, заправляется. Корсику мы захватили успешно с вами в прошлой серии. На Детическую войну все волжи тунис, но тут, конечно, тоннажи большие. Здесь я уже не знаю, справимся мы или нет. Поглядим, поглядим. Так, что у нас еще? Либервиль и Конго. Конго. Так, а политика мы можем сейчас высаживаться куда-нибудь? Давайте-ка посмотрим. Морское отражение пока что нет, увы, не можем. Мы, судя по всему, уже с вами в конце прошлой серии объявили. Так, кроме того, я помню, что хотели мы с вами делать новый крейсер. Линейный крейсер 2. У нас корпус там был готов. Так, механизм башенных орудий. Что у нас тут? Система подачи боеприпасов. Минус 6%. Ну, это пассивочка. Можно ее, в принципе, и не ждать для проектирования. Так, а торпеда у нас? Парогазовые торпеды. Смотрите, 6500 метров. Неплохо у нас будут торпеды. Давайте, ладно, один ход сделаем. Сейчас дождемся, может быть, новенького линейного крейса. Хотя, смотрите, у нас сейчас, получается, будет через 7 месяцев. Оскол бы через 2, новую дредноуту, уже 4, 1, 2. Может даже, да, и дождаться уже. Так, здесь, ну, что проводит рубина с редуктором. Это хорошо. Проводит рубин, это хорошо, но нам бы, конечно, нефтяные котлы было бы уже лучше. Ладно, давайте пока колбан 2 месяца, и потом туда пойдем, скорее всего, в редактор. А сейчас пока что еще немножко покрасим карту, да, в наши китайские цвета. Так, следующий ход. Так, с немцами у нас война, к счастью, продолжается. Побольше спин, брать Викторе, по институте капитуляции. Маджонг нам атакует крейсер Эльбинг. Вот, конечно, на их рейдеры меня прям кошмарят по полной. Так, Джибути у нас тоже атакуют. Окей. Здесь опять у нас Льюбур встретил 2 местных легких крейсера. Давайте попробуем рискну на автобое. Не хочется мне маленькие бои проводить. Но здесь наш сам Джанк получил тяжелое повреждение. Но благо, что спасибо, что живой, да, спасибо, что на плаву. Теряем мы кучу транспортов лютую. Ну, ладно, что поделать. Так, Рентин хочет заказать 3 шефо, но у нас верфея очень мало. У нас уже даже перебор. Нет, не будем строить. Вот, опять же, спасибо разработчику, что добавили кто-то с изразительной мощности пункт. Потому что раньше было очень неудобно. Так, нет, не будем строить вам эсминцы. Пока самим не хватает. Вот, морское отражение у нас пошло, получается, в Габон. Шанс на успех 30%, но не густо. Но давайте сейчас подгоним еще наши броненосцы. Циньши Хуанди и вот эти вот прочие. Вот сюда. И будет у нас здесь все хорошо. Так, острова Кергилен уже наши тоже. Кергилен. Где у нас еще здесь какие есть флоты? Диего, Суарес. У нас 4 эсминца, Морони, Крейсер. Да, Сан Джан как раз сильно поврежденный. Давайте вот эти 4 эсминца сейчас с Морони переместим к Крейсеру, чтобы, ну, какая-то уже группа такая у нас была бы небольшая. Там ударили, не ударили, но тем не менее. Так, на корсике пускай наш флот чинится. Здесь все хорошо. Надо нам сейчас что-то с рейдерами делать. У нас, по идее, в Шанхае должно быть построено сейчас скоро много-много-много хороших тяжелых крейсеров. Но я надеюсь, что хороших. Давайте посмотрим, через сколько они нас будут. Вспомним. Через 6 месяцев. Ну да, не сильно скоро, конечно. Тип Баян. Не сильно скоро. Ладно, делаем сейчас еще один ход. Дожидаемся новых корпусов. Посмотрим, что у нас и на чем будем строить. Потому что надо опять же закинуть какой-нибудь большой корабль. Давайте следующий ход. А, стоп, какой следующий ход? Алло, у нас битва. У нас битва. Так. Данцик. Опять у нас здесь линейный крейсер. Опять против нашего крейсера. Надеюсь, что-то другое, по-моему. Нет, нет, нет. Тоже самое. Тоже самое. Типа. Только здесь, чтобы легких сил побольше у нас. Ну, давайте здесь опять же бой. Потому что на авто я не хочу. На авто нам могут присудить какие-то потери большие. Я бы сейчас не хотел их понести здесь. Поэтому бой. Ну, опять сейчас покажем французам, да, мировому сообществу, что их линейные крейсеры несостоятельные. И вообще их делать не надо. Делать их надо только китайцам. Так. Сминцы. Давайте сейчас самое полное. С узлов идем вперед. Ну, крейсер, в принципе, тоже. А крейсер у нас до семи узлов хоть зачем-то скинул. Не самое умное решение. Ладно. Все. Идем вперед. Разгоняемся. Опять сейчас подсветим противника для крейсера. Дальше огонь фугасами с большой дистанции. Ну, и сближаемся, добиваем потом. Единственное, может быть, получше сейчас, конечно, и с минцем отработать. Так. Ага. Вот у нас противник. Давайте лево на борт подворачиваем. Да. Он тоже где-то налево. Ход до 18 узлов. Спускаем. Крейсер резко лево на борт. Дизайнер с минцем. Резко лево на борт. Тоже с минцем. У нас получаются тропеды на 3 КМ. Подходить надо будет близко. Близко, конечно, опасно. Так. Нет. Давайте-ка, ход 20 узлов. Потому что французы, видно, поняли. Поняли, что с этими крейсерами нашими лучше не встречаться. И они уже пытаются от нас просто уходить. Поэтому так. Немножечко пойдем под углом, чтобы работали 4 наших башни. И будем просто сейчас настреливать. Так. А сменится все хорошо. Иди как шел. Надеюсь, что он в тебя не попадет. Дизайнер возьми немножечко правее. Так. Слушайте. Ну, такое ощущение, что француз пытается уйти. Давайте-ка... Ой-ой-ой. 22 узла дадим. У нас сменцу попали конкретно в боевую рубку. Да. И вывели на стройку полностью. Эх, гады. Жалко командире сменца. Так. А мы у них попали. Но, увы, броня выдержала. Даже поджога не сделали. Так. И в этот раз у нас, да, крейсер тогда 23 узловый, не бронизированный. Поэтому тут будет посложнее. И догонять у нас нет преимущества в ходе уже. Да и стрелять орудие у нас постарее. Что, в принципе, уже и видно. Так, ладно. Попробуем сейчас загонять дзянем хотя бы. Ага, смотрите-ка, дзянь нашел, кстати, еще легкие силы противника. Ладно. Ладно. Так. Ну, тяжело крейсер конкретно бей сейчас по своему противнику. Так. Здесь, я думаю, что дзянь должен справиться с этим товарищем у нас. Надеюсь. Ну, дали один фугас, одно попадание. Но урон, видите, минимальный. Потихонечку растет. 4, 5, там, 6. Ну, это тушит пожар. Это ерунда. Да, сейчас, судя по всему, француз решил уйти. Боюсь, что у Данцига получится. Все-таки у него 25,3. У нас просто 20 узла. Конечно, может быть, от нас легкий не уйдет. А это тропеда, тропеда, тропеда. Пропустил немножко. Не взорвался. Хух, повезло. Игра меня как будто услышала такая, знаете, там, ну, там не считается, раз пропустил, да. Так, давайте-ка лево набрать сейчас. Ох ты есть. Вот сейчас хорошо. Вот сейчас наш Любу хорошо достал. Вот Любу, правда, дистанция уже, конечно, до противника 12 почти с половиной километров. Это многовато. Повторюсь, только есть надежда сейчас либо скинуть ему ход каким-то образом, либо сейчас выйти в тропедную атаку. Даже, наверное, не буду сейчас заниматься легкими силами противника. Пытаюсь сейчас Диане обвыть в тропедную атаку именно по Данцигу. Но преимущество в ходе 5 узлов всего, конечно, не густо. А вы видите, еще отстреливается со всех сил. Так, ну вот Асмини занял позицию уже с носовых курсовых углов. Давайте-ка сейчас начинаем пикирование. Дарем дымы сейчас. Тропеды пока выключу. Ох ты, а вот Диане у нас получил. Так, Диане тоже дымы. И немножечко, немножечко право-наброт. Сбить бы ход, сбить бы ход. Хотя бы узлов 20 Данцигу оставить. Вот было бы отлично прям. Надо сейчас с Асминцем пройти. Так, давайте левым бортом будем туда идти в тропедную. А, нет, оставить правым-правым-правым. Данциг, я понял. Если бы пошел сейчас давать резко вправо разворот. И судя по всему, сейчас будет по Асминцу залп по всем бортом. Гад, немножко закончил мы атаку. Сейчас, конечно, Диане у нас тем самым ближе будет к Данцигу. Ну и в целом на маневрах он сейчас ход снижает. Да, уже 21 узел у него. То есть потихонечку будем догонять. Так, давайте-ка пока сейчас ГК все по легкому крейсеру противника. Так, пустил он сейчас сменится две тропеды. Пока даже не получил попадания. Лево-наброт, отходим. Так, и Данциг пошел сейчас на наш... Что у нас? Дэш-шоу какой-то. Вот будем сейчас его бить. Так, давайте-ка пока на авто поставлю. Пускай сам решает, чем бить по-легкому. Но торпедно будет уходить сейчас влево. Это факт. Надо нам сейчас правым бортом-то готовиться. Подводно-торпедно изряжать там уже. Нет, блин, пошел левым бортом, гад. Ладно, вариантов уже нет. Проходим правым бортом, как и планировал. Будем пускать как есть. Как есть, все что есть. Торпеды на агрейсах. Тогда пускайте сразу, как сможет. Думаю, труба, затопление. Торпеды пошли, прекрасно. Прекрасно, может быть, сейчас достанем. Давайте сейчас лево на борт и, может быть, еще потом левым бортом стреляемся. Право не буду, потому что под корму выйдем, тогда мы точно уже никуда не пальмем. А лево сейчас даже через циркуляцию, может быть, будет какой-то шанс. Такое ощущение, что француз-то сейчас торпеду наших уйдет. Торпеды идут хорошо, но слишком быстро. Слишком быстро они идут. Да, видите, такой торпедный треугольник. Хотя нет, смотри-ка, да, две штучки попали, минус носовая конечность, все. Наши легкие силы сделали свое дело. Сейчас ход противнику мы сбили, избили очень хорошо, прекрасно. И флэшфайр, флэшфайр, слушайте, они прямо его утопили. У Данцига полетела на носовые башни. Вопрос только, это единичная? Да, нет, не единичная акция. Второй флэшфайр. Пойдет ли огонь в корму? Пылает дальше за настройку, ведь машина в огонь-то перекинулся. Корма в башню дает сейчас залп, судя по всему, нет, корму не пойдет. Но и так неплохо. Обширное затопление, ход не упал до 18 узлов, как я вижу. То есть, все, все. Вот то, зачем были сделаны наши эсминцы, наши скауты, они сделали. Они сделали свое дело. Так, легкие крейсеры, я, скорее всего, их оставлю в покое. Давайте огонь подам цегу, поэтому будем фугасами пока накидывать Х5. Все, эсминец может спокойненько перезарядить торпедный аппарат. Атаку левым бортом, наверное, сейчас не буду делать. Опасно. Все-таки корма у него еще осталась. Просто потихонечку буду проходить вот так сейчас по кругу. Ух ты, торпеда, смотрите, где-то еще. А, это наш торпеда. Это торпеда из эсминца пошла. Я думаю, откуда у меня торпеда, вроде бы не было торпедных аппаратов. Хотя есть, хотя есть, он у меня работал. Да, это, наверное, его торпеда. Так, вот пошел он получать. У нас отлично. Пожары все делали. Сейчас опять немножко плитым пошатаем. Может попробовать сразу бронебойками, может и пробьем, но, как показывает практика, шансы не сильно большие. Ну, частичное пробитие, урон минимальный, да. То есть шансы не сильно большие, как я и говорю. Так, надо бы нам эсминец развернуть. Так, а вот сейчас пробитие хорошее. На 300 урона уже нормально корму пошатали. Так, и все, он к нам повернул. Пошли кашет, а фугасы. Разряжаем фугасы. Следующие два залпа фугасами там посмотрим. А тут пока у нас промахи. Ну, точность 30%, добьем. Главное, что ход. 17 узлов нет, судя по всему, максимум, что он может сейчас выжить. Так, бронебоечки. Следующие бронебойками. Порачек нам бортом. Так, у нас эсминец с тропедами. С тропедами прекрасно. Давайте-ка, прямо сейчас эсминцам-то выйти тропедную атаку. Да, в принципе, идея не может тропедную атаку уже выйти нашим. Такое-то же треугольничек сделали, да, вписали французы у него. Насмотрелся токарево, теперь, блин, вспоминаешь про треугольники. Так, ладно, все, торпеды пошли. Отводим эсминец, сдаем дымы. Пошли до рюкки. От них он сейчас уйдет, скорее всего, конечно, безусловно. Ну, во-первых, будет крутиться, да, собьет себе пристрелку, подставит нам борт. Уже подставляет его нашим бронебойкам. Прекрасно. Так, кстати, нам ход можно 18 узлов. Мы от него же никуда не отстанем. Точность нам важнее, меньше вибрация машин, меньше все прочее. Сейчас все навести прицел на Данцик. Ну, а что получается? Минус 20% отдачи орудий, минус 50 маневр цели. Что еще? Вибрация двигателя, минус 14%. Ну, нормально. Ну, все, Данцик пробили, как раз, еще плиты в двух отсеках, которые готовы фугасы, разковыряли. Ему сейчас уже все, в общем-то. Еще пока не тонет, но еще один отсек. Сейчас корону доковыряем, и будет готов. Ага, то венька будет. Так, нам надо сейчас этим товарищем бы торпеды пускать. Давайте на агрессив ставим. Пускай правом борт он работает. Дыма на всякий случай, да, мы сейчас тоже. Так, давай, 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 торпеда, торпеда, торпеда. Но, конечно, сейчас игрок рейсер добьет, но торпедами было бы просто быстрее. Тропеда почему-то он отпускать не хочет у нас. Ну, пока, в принципе, еще он не вышел на линию. Надо где-то вот с этой точки пускать, скорее всего, и будет. Так, а данцик пока у нас что там? Ну, отсека, одного отсека ему не хватает. Надо пробить и затопить сейчас. Так, пока не хочет у нас торпедами работать, жалко. Может, что-то наш крейсер на линии, типа Friendly Fire. Не знаю. А, все, затопление есть. Добили мы его и так, судя по всему. Хотя нет, хотя нет затопления в других отсеках. Ладно, подойду просто поближе, раз такое дело. Все, тонет, затопили. Прекрасно. Так, но за легким крейсером гоняться уже, естественно, не буду. Сейчас дождемся просто уже End Battle. Да, вот он. И так, неплохо повоевали. За последние 20 минут два линейных крейсера французов пошло на дно. Прекрасно. Но вот сейчас без легких сил мы бы его не загнали, конечно. Он бы ушел. Продолжаем. Так, прекрасно. Это все прекрасно. Что за тактическая группа здесь? Давайте на автобой, потому что гонять легких крейсеров французские мне не очень интересно. Да, он получил повреждение. Наши повреждения не получили. Все прекрасно, все хорошо. Так и должно быть. Отлично. Так, давайте сейчас следующий ход. Ждем следований, ждем новых корпусов. Либервилль у нас флот сейчас подойдет. У нас отражение будет получше. Все, следующий ход. Открытие нефти в Венесуэле. Нашли нефть. Ну, повезло им, что сказать. Так, мы побеждаем с немцами. Отсажаемся до конца, конечно же. Атакуем Либервилль. Все, вынесли его отлично. Так, два наших легких крейсера. Нашло пачку эсминцев. Опять же, скорее всего, на тактике эсминцы будут уходить. Наши крейсеры их не догонят. Поэтому здесь логично автобоем. Ну, неплохо. Неплохо поломали их. Опять же, без повреждений к нам. Все хорошо. Так, и новые корпуса у нас. Дредноут 2. Экспериментальный дредноут 1. И дредноут 4. Вот я, конечно, больше надеюсь на 4-й корпус. Парагазовые тропеды. Тоже прекрасно. Минные поля 5 тысяча размеров. Отлично. Отлично. Хорошая технология. Так, транспортов мы в этом ходу, конечно, потеряли. Получается 10 штук. Ну и французы 6 там еще. Да, то есть тут плюс на минус. Как-то уже мы с вами разогнали. Так, шведы хотят 1 Джеки Чанос. Минец. Шведы, да, давайте. Ладно, 1 я вам построю. Так, Аргентина хочет 1 Лун Ван. Не, Аргентина тоже не построю, потому что наш довольно большой. Поэтому извините, но нет. Так, купить поддержанный корабль. Шведы хотят купить наш трофей, кстати, Афт-Фаренгерский. Кстати, да, надо его переименовать бы. Надо его переименовать бы? Нет, мы не будем его, естественно, продавать. Давайте посмотрим, где он у нас уже стоит. Как я мог про него забыть? Так, 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 так. Это у нас Баранин Новосец был. Надо перемотать сейчас вверх. Да, да. Так, во-первых, где он? Во-первых, где он? Вот он у нас. Он у нас в Сайгоне, я понял. Так, надо его переименовать. Отличное название, опять же, предложили. Продолжили назвать его просто Гун. Вот так вот. С одной стороны Гун, да, с другой стороны, сокращение, опять же, Венгрия, да, как Англия пишется. То есть, да, вот Венгрия, то есть, Гун. Гун. Пускай будет Гуном. Так, у нас экипажа там мало. Дадим ему экипажа. У нас экипажа хватает. Всего эксплуатацию 2 месяца в Сайгоне. Надо будет не забыть потом с Сайгона его перевести к эскаде наших броненосцев. Будет еще активно воевать. Так, давайте убираем сейчас колбочку с корпусов. У нас, конечно, пушки. 14 дюймов к МК-2 будут скоро. Ну, я не знаю, есть ли смысл ждать еще их или строить сразу. Ну, с колбой, в принципе, один месяц. Колбы на двигателе еще 7, а если без пушек, колбы 6. То есть, давайте, ладно, сейчас дождемся до пушки, еще один ход, и потом-то пойдем в конструктор. Потому что, ну, все-таки интересно будет. Попробовать посмотреть на 14 дюймов, получится поставить или не получится, когда их там меняемо. Так, мы можем сделать еще какое-то морское вторжение. Куда только? Нам бы сейчас, конечно, вылезти бы с Корсики. Здесь, видите, флот постоянно генерирует бои, постоянно держит французов напряжение, постоянно что-то им топит. Давайте, что можем живого. Мы сейчас с вами уведем куда-нибудь в центральную Средиземку, вот сюда, к этим двум тяжелым крейсерам. Будем там охотиться на конвоя. А, стоп, подождите-ка. А, может быть, мы можем сейчас соматронизировать кого-то? Вот это было бы очень даже хорошо. Так, Люйбу переоборудовать. Да, у нас, видите, как раз три крейсера без ментронизации. Вот давайте-ка они на Корсики, пока пойдут у нас соматронизацию. Я понимаю, что это не самое аналогичное время это делать. Любовь, а где... Когда еще будут шансы, да? Когда еще будут шансы. Все, пошли у нас на переоборудование, отлично. Ну, будем ждать теперь сколько-то месяцов. Так, тяжелую через пять месяцев. Но, опять же, видите, у нас там наш эрфей весь занят, поэтому долго-долго-долго все это делается. Ну, ладно. Так, давайте еще один ход делаем. Ждем новые, новые орудия. Так, война продолжается по-прежнему. Хорошо. Так, атакует нам Пусан. Лаперус. Ну, ничего с Лаперусом пока не сделаю, увы. Ой-ой-ой, есть лаконя флотов. Смотрите-ка, здесь немцы Фритьев, Апройсона подогнали. Класс, окейник опасно, опасно. Надо убегать, надо убегать. Успех, отлично. Ну, хотя бы убежали. Так, и еще один большой бой. Немцы где-то снова накопили много флота. Так, здесь три наших Лигуана. Благо есть кому воевать. С 12-дюймовочками крейсера эсминцы против довольно большой эскадры немцев. У немцев, конечно, нет сейчас линкоров, но у них довольно тяжелые крейсера. Смотрите, то есть, да, Атлантис, например, ну, как бы крейсер-класс Атлантис. 13 тысяч тонн, фактически 14 обученный экипаж, много переборок, 22,5 узла. Но, правда, вооружение какое-то слабенькое, да, получается, 4 239-метровых пушки и 12 по 83. Ну, какая-то такая, судя по всему, броненосная ерунда, да. Но топить ее надо будет, топить ее будет сложно. Вот, легкие крейсеры у них класс Бремен какие-то по опаснее. Скорость небольшая, на 12 4-дюймовок. Опять же, обученный экипаж, много переборок. И крейсеров этих, блин, много. Ладно, давайте здесь постараемся вручную, потому что здесь надо топить. Здесь большое количество немецкого флота. Много Виктори Поинс, как говорится, у них здесь в море стоит. Надо их сейчас отправить на дно. Так, все, начинаю активно поливать компьютер водой, чтобы он не задымился. Потому что бой довольно крупный. Погнали. Так, пауза. Пауза сейчас. Опять же, наши лунваны на экране. Ну, лунваны у нас сейчас сильнейший линкор. 12 дюймов, но очень большим количеством. Получается, 5 башен у нас, 2 арудиных, 10 штук. Поэтому тут однозначно мы выиграем. Я даже не сомневаюсь в этом. Просто вопрос, что не схватим никаких интерпед там, да, и прочее, прочее, прочее. Все, как обычно я люблю. Так, противники-то прямо перед нами. Давайте сейчас лунваны на охоту уменьшаем до 20 узлов. А вообще, как раз, оптималка-то 16. У нас уже заметили. Давайте, наверное, до 16 я снизим, почему бы и нет. Так, пауза пока что. У нас один легкий крейсер здесь откололся. Крейсера у нас разных типов. Давайте пока их совместим, как и эсминцы, тоже в одну группу. Так, крейсеран, соответственно, что мы делаем сейчас? Две крепости... Крепости Великой Стины, почему-то крепостями хочу здесь назвать. Так, вот их пока что прицепим за линкорами сзади. Дзяне. Дзяне, дзяне, дзяне наши. Дзяне мало топлива. Смотрите, а вот дзяне мало топлива. Поэтому, как скаут, они сейчас будут несостоятельны. Поэтому их тоже за линкорами. Да, в принципе, и у всех остальных топлива тоже, в общем-то, немного. Нет, давайте-то сейчас их за линкорами вот так. Да, у вас, ребята, тазак весь рамя потом. Так, эсминцы, а что у вас по топливу-то? А тоже низко, на самом деле. Поэтому разведки не будет. Да, разведки не будет. Ладно, эсминцы пускай идут отдельно, в любом случае. Торпеды пока я отключу, чтобы там лично раз не пульнули у меня в бортус. Так, поставлю нормальные мотровалы. Большие не буду. Так, а что у линкоров по топливу? 18%, 19%, 18%. Ну, то есть, кого-либо преследовать, опять же, мы толком не сможем, конечно, да? Так, давайте-ка фугасами. Нет, фугасами, фугасами. Есть для фугаса сейчас право на борт, тогда побольше башен вести в строй. Пока они-то дымами еще не обмазались все. Сейчас мы уже получили одно попадание. На удивление. Хотя, слушайте, идем огонь по крейстерам, давайте-ка бронебойке. У них дальность стрельбы побольше. А вдруг залетить сейчас в палубу, да? Угол-то довольно большой, смотрите. Прямо в палубу-то может прилететь. Шансы есть. Точность 5% уже. Так, а противник от нас идет, получается, вправо. Ну, нормально. Зайдемся пока бортами. Так, эсминцы, вам ход, давайте-ка, узлов 17 и сильнее влево. Крейстера пока у нас перестраиваются. Отлично. Все, Х5. Накидываем пока головному. Троечка наших лунванов. Я думаю, там пока же дираки зимуют. Опять же, да, очень много, да, с зимового выкидываем сейчас в море. А попадание пока же не дали ни одного. А вот первое. Частичное пробитие. Куда? 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 Главная палуба, да. То есть такой дистанции мы бьем в палубу. Ну, и, в принципе, 500 урона неплохо. Могли бы попасть в башню. Возможно, глубоко у них флешфайр, что-то еще, но вы не попали. Попали рядом. Ладно, закидываем, закидываем. Так, давайте-ка мы сейчас, что у нас с G идет в замыкающем. Давайте вот тут G перейдем, наверное, на какой-нибудь третий крейсер противника. Так, и что у нас с ним-то? Как-то он у нас выглядит. У меня почему-то миатюрка отличается. Видите, у этих светлых, это вот темное. Не знаю, почему-то, потому что топливо может еще меньше у него. Не знаю, но ладно. Так, эсминцы, давайте лево-наброд. Тоже пойдете сейчас такой параллельный линкор, а просто немножечко впереди. Так, линкор немножечко вправо уже можно подвернуть. У вас-то все неплохо с углами. Бьете всем бортам теперь. Да, смотри, еще частичный пробитие, еще в поиск, кстати. То есть, что в поиске в палубу с любой дистанции мы их пробиваем нормально. Ну, как пробиваем, частичный даем, но частичный по 500 урона, как бы это неплохо, да? Фугасом, я думаю, сделали бы сейчас сильно меньше. Но сегодня немцы тоже мало топлива. Такие встретились, блин, коллеги, да? Ох ты, смотрите, когда вот отдельно линкор не нацепили, и прям нормально он 10 тысяч урона там сделал. Ничего себе. Ничего себе он там отдельно пульнул. Так, ладно, давайте-ка, может быть, туда сейчас и второй наш линкор отдельно нацелим не на головного, а на второй просто крейсера. То есть три линкора, три цели сделаем сейчас. Потому что головному, судя по всему, там и так хватит уже попаданий. Там уже нормально горит с ЗАГСом. Неплохо мы повыбивали все, все, что можно. О, перелетик. А так, тем более, да, у нас еще и про всеми больше получается. Можем что-то настворение взять. Надо было сначала бой так делать, конечно. Сейчас конструировать огонь невыгодно. Оба, смотрите-ка, все, ЗАГСа натрянул. Не выдержит у нашего огня, наших линкоров. За что я получил еще на 1800 урона. Так, эсминцы наши все правильно делают. Давайте лево набрать немножечко вам. Ход 21 пока, пока как можете. Так, Штир получил, тоже очень неплохо получил. Ну, сейчас линкоры здесь размотают просто все. Я даже не знаю, как пройти, не планирует ко мне куда-то, в принципе, подойти здесь. Потому что... Очевидно, преимущество у меня здесь полное. Так, давайте к линкорам ход 18 узлов. Немножечко сближусь с ними, рискну. Да, у них много легких крейсеров, много мироносцев. Но ничего страшного. Сейчас, опять же, не моя мощь на моей стороне. Так, вот сейчас два линкора сами сконструировали огонь. Но сейчас неправильно сделали. Сейчас, в принципе, даже три линкора. Сейчас он вышел ближе. Имеет смысл. Так, давайте только вот сейчас по Штиру отдельно еще нашего главного нацелем. Так, эсминцы, давайте право наоборот, заворачиваем. Так, эсминцам на 21 узел больше не смогут. Линкоры на 18 идут нормально. Все, уничтожаем. Сейчас тяжелой крейсерам немцев, чтобы нам уже здесь... Ничего плохого сделать они не могли бы, как говорится. Вот, допустим, уничтожить... Чтобы нам каземат на руде не уничтожали бы, да? Так, липпы на дно. Прекрасно все. Структурное повреждение, причем даже не затопление, опять же. Так, давайте-ка нашего среднего куда-нибудь... В какой-нибудь крейсер хоть маяться наведем. Пускай, опять же, бьет в кучу. Так, и давайте-ка здесь настряду же на авто, потому что я не уверен, что нужно конкретно бронебойки. Сейчас, единственное бронебойки оставлено только нашему головному линкору. Все-таки он бьет по тяжелому крейсерам. Ему это надо. А остальные, если хотят, пускай и на фугасах. Так, все, уничтожили тяжелые крейсеры. Давай теперь на автоснаряды всем. Потому что вангую сейчас напоет куча всяких миноносцев, и надо будет тут их кромсать. А, здесь нашли еще два тяжелых крейсера. Еще два тяжелых нашли. Ну, кстати, там мелочи тоже у них получают, только так. Ну, у них у всех мало топлива, как они у меня. Куда-нибудь теперь не денутся. Да, нормально там накидывают, конечно. Что-то там уже тонет какой-то миноносец. Так, давайте-ка легких крейсерящихся делим. Подадим право на борт. Пускай он здесь так пройдут, а линкоры отдельно. К слову тоже спрашивают, почему я называю их миноносцы. Да, не тропедобот, не какие-нибудь тропедные катера, а не что-то еще. Потому что, опять же, вот буквально сегодня у нас же в комментариях, да, вот взять тот же самый немецкий шнельбот, тропедный катер, да, Второй мировой, то есть у него до измечения там 100-120 тонн. Но это, опять же, да, такой у нас альфа-самец своего класса, можно сказать, то есть, да, довольно большой. То есть какой-нибудь Г-5, допустим, наш советский, это 15-20 тонн всего лишь до измечения. Вот, а вот именно если взять миноносцы русско-японской войны, то есть, да, какие-нибудь циклоны, допустим, да, это как раз 150-200 тонн водоизмещением, либо вот буйные те же самые, это там 450 тонн водоизмещением, то есть вот это как раз миноносцам, да, соответствует. Поэтому я их, ну, то есть вот кораблики, да, скажем так, с буквами ТБ называю миноносцами. Бывает, называют миноносками, обычно так немножко уничижительно, да, когда там реально что-то маленькое, что-то такое ограниченно боеспособное, то есть там тонн там на 150-200, опять же, ну, может быть, на 300, типа, да, то есть вот такую фигню. Вот их бывает называемые миноносками. Ну, чтобы отделить, да, миноносец там тонн на 500-800, там, да, от миноносца там тонн на 300, грубо говоря. То есть вот. Ну, так, для себя просто сделал. Установил так, слушай, начнешь легкий крейсерамок, переблет, попасть, давайте к ним дымы и право на борт уже, потому что, судя по всему, это легкая линеечка вся пошла к нашим легким крейсерам, мне это не очень нравится. Благо, что торпеды у них не так далеко. Хотя, блин, торпеды у них на 5 км, опасно, опасно. Так, Эмдена разбирают. Эх, Эмдена, прощай. Так, легкие нахватывают. Но, судя по всему, их вроде бы ворми завернул, потому что сейчас они должны там успеть отмахаться от эсминца, от всего. Так, весера, давайте, да, 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 по эсминцам. Бейте, бейте, бейте. Эсминцев там прям много, конечно. Так, и сильнее право на борт. Так, Эмдена затопили. 10 у нас что? Остался граудениц. Сейчас топим его, линкором право на борт, линкором ход 25 узлов. Топлива мало, надо подкачегарить сейчас, пройти. Давайте по-быстренькому сейчас конструируем огонь на грауденице, потому что надо сейчас очень быстро его топить и помогать нашим легким крейсерам. Так, Любик мы выбили тоже прекрасно. Причем Любик, судя по всему, выбили наши легкие крейсера как раз, молодцы. Так, накидываем тут сейчас эсминцам В-36. Отлично. Линкоры скачегарились наши, конечно. Да, все, грауденицы очень быстро сейчас спустили на дно. Пошли торпеды на шлегкие крейсера и, скорее всего, попадут. Скорее всего, попадут. Пианг. Ну, подна торпеды. Нет, одна не разорвалась, две разорвались, зараза. Минус корма у нас. Жалко, жалко. Ну, сейчас, конечно, туда торпедами нам накидают. Зряюсь, кейсера делал, потому что они месяцинкоры не пошли, да и все. Целей бы были. Ладно, идем пока к хорошему следующей. Что у нас здесь? Ариадна. Ариадна будет. Ну, очень будет Ариадна. Следующий жерт. Так, В-36 наш крейсер таки затопили легкие. Прекрасно. Так, огонь. Давайте по В-37 всем. Линкоры пускай пока скиривают легкие крейсеры. Ну, легкие крейсеры действительно буквально на два залпа. На два залпа наш трех линкоров. На этом они заканчиваются. Да, конечно, просто бойня. Лун и ванов они явно не ожидали встретить в Бережье Африке. Его за код за штатом там люди. Людорица. Ну, вот нет. Нет, ребята, мы вас здесь ждем. Так, 25 узлов линкора у нас еще выжимают. Топливо 17%. У линкора 17%-то много, да? Это 17% никак на эсминцы все-таки. Объем бункеров для угляд немножко разный, да? 17% линкора там, наверное, все 50% какой-то эсминца. Представьте, сейчас видели, где торпеды по оленевске эсминцы, не сработало. Вот как вам такое? Какие-то тропеды с Алиэкспрессом. Так, ладно, крейсеры наши пускай идут пока так параллельно. Так, а в том, о чем уже сработали. Судя по всему, какое-то заглубление сделали там неправильно. Так, веду пока наши эсминцы. Линкоры пока сильнее правонабор. Добиваем еще два крейсера и ход самый полный. Преследуем сейчас уходящие там эсминцы, что у них там. Если они тоже без топлива, у них, по идее, ну, довольно мало хода должно быть. Довольно малый ход. Я думаю, что мы сможем так их добить. Все, поворачивание коров. Преследуем 27 узлов. Попытаюсь, попытаюсь пока не догнать. Добиваем сейчас Амазону. Амазонку. Да, хана Амазонки. Вот, как раз, у нас появились эсминцы. Вот у нас появились эсминцы. Все, наши эсминцы пока прикроем линкоры с левого бортом. Ну, линкор, да, пошли накидывать. Хоть только на своем башне, но накидывает хорошо. Давайте, как мы сейчас возьмем немножечко левее. Немножечко левее, чтобы вести еще хотя бы по одной бортовой башне. Да, эсминцы пытаются уйти. Но сейчас, я думаю, что мы их должны настигнуть. Какой у них ход-то? Давайте поглядим. 23 узла, да, у них мало топлива. У них мало угля. А у нас эсминцы 27. А у нас 27. 16% топлива. Так, давайте на фугасы, потому что бронебойка здесь явно избыточно. Очень сильно избыточно. Так, рейсера у нас справа, борт эсминцев, слева по карме, нормально все. Даже какое-то подобие строя есть. Все, сейчас выбью хотя бы еще два эсминца, потому что эсминцы штука опасная, а штука современная. Чем их меньше у немцев, особенно с 5 км в дальность тропед, тем не лучше. Потому что мои пока эсминцы уступают во всем, у меня и дальность тропед меньше, да, и... Ну, в целом, скроено, судя по всему, похуже. Хотя Джеки Чан неплохой тип, надо еще посмотреть про себя проявят. Но вот шифо точно не зашли. Шифо уже сильно устарели. А их пока что, увы, во флоте много. Так, еще тропеды, еще тропеды, еще тропеды, право на борт. Не взорвалось. Слушайте, здесь промокута бой, не взорвавшийся тропед. Так, мы пустили тропеды ответно. Еще одна пошла в нас. Наша сейчас попала, тоже не взорвалась. Капец, слушайте, прям все на Алиэкспрессе заказывают, судя по всему, да? Я вас понял, я вас понял. Ну, сейчас, я думаю, что прикончат, конечно, либо крейсеры, либо линкоры уже, скорее всего, тоже линкоры. Ну, крейсеры, конечно, тоже неплохо накидывают. О, тропеды, тропеды шикарные, сейчас разорвем его. Да, все пять восьминец, с минцухана, прекрасно. Все, на этом бой закончен, скадры немцев у нас разгромлены. Ну, здесь лунваны, лунваны, конечно, постарались. Ну, сильнейший линкор в мире сейчас, я думаю, что 10-12 дюймовых орудий с прекрасной точностью и дальностью. То есть тут, конечно, да, 79 тысяч виктори-поинтс, вот отлично сейчас насобирали. У нас потери, повреждения, в принципе, толком нет никаких. Ну, пару казематов выбили линкором, но это несущественно. И продолжаем. Отличный бой, отлично все покрошили. Нужно топливо, да, нужно пополнение. Опять же, как бы его комментарий в начале серии, да, нам, конечно, нужно, 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 нужно себя служать. Так, шведы хотят Легуана, нет, шведы у нас пока нет ничего. Колумбия, да, два Джеки Чана, ну, давайте, да, потому что эсминцы, ладно. Так, смотрите, Габон мы не захватили, офигеть. Как так-то? Как так-то тут у нас сил немеренно. Давайте опять продолжим повторожение, потому что раз, раз уж пригнали сюда флот, грех не забрать Габон, берем. Так, все, поехали. Конвой у нас еще. Что у нас конвой здесь? Ой, Фуджан Дзянь против тяжелого крейсера французов, легкого и 5-ти транспортов. Давайте на автобой, потому что, вероятно, не буду, мне лень. Да, флору мы потопили, французы и наш Фуджан получили средние повреждения и разошлись с бортами, мы получили 2003 поинтс. Ну, прекрасно, все. Так, что у нас там по техам? Большие пушки у нас исследователь, колбы я снимаю. Ну и, пожалуй, все, можно, конечно, подождать еще турбины, но это будет бесконечно у нас, да, потому что одно, второе, третье ждем, ну, либо 5 месяцев еще. Да нет, давайте пошли в редактор, потому что, опять же... Хотя, слушайте, опять месяцев, а у нас сколько крейсера там будет строиться-то еще? Те же самые, наверное, 5 месяцев, дайте угадаю. 4, 4, ну, в принципе, в принципе, можно достроить крейсерак и освободятся в верфи. Да, опять я вас немножко обманул, что, прошу прощения, отставим колбу на двигателе, вот, и будем ждать тогда вот эти вот 4-5 месяцев, когда достроится крейсерак, у нас появится свободный тонаж на верфях, да, и тогда уже будем что-то делать. Так, у нас звучат тропедный контактный взрыватель, минус 5% шанс не разорвавшийся тропеда, где же вы раньше-то были, а? Ну, остальное все не такое важное, ну, двигателем, пока поизучаем двигателем. Так, ну и пока все, пока следующий ход. Так, в Египте открыли нефть, поздравляю египтян, может построить пирамиды еще больше. Красный Крест призывает французов у нас обменяться пленными, да, да, давайте, почему бы и нет. Так, побеждаем у немцев, сражаемся с ними до конца, атакуют они нам Камрань, Фритьев и Прориссон опять-то подошли, зараза. Ладно, что-нибудь мы с вами обязательно сделаем. Так, и опять немцы, смотрите, все никак не успокоятся, но в этот раз, судя по всему, в прошлый бой это были их легкие силы, они, наверное, надеясь нас потрепать, тропеды немножко поубивать, и сейчас подошли в тяжелые силы, смотрите, два линкора, один причем Кайзер Вильгельм Дергросс, головной, и здесь линкор довольно серьезный, 10-дюймовых орудий на нем, вспомогательный оттиллерий, 21 узел, обученный экипаж, опасно, опасно. Так, Канасау, уже знакомый на Кернинг, и два линейных крейсера типа Ферст Бисмарк, 27 узлов, тоже много переборок, обученный экипаж, 8 10-дюймовых орудий на каждом. Да, легких сил, отрасль, у них нет, ну, почти что нет. Вопрос, что у нас с топливом, если топлива у нас стало еще меньше, конечно, то это совсем неловко, но вступаем в бой, вариантов нет. Поехали, вот такое у нас соотношение сил, если обратите внимание на компоновку линейного крейсера, в карметке башни линейные, даже не линейные, возвышенные, просто линейные стоят. Интересно на этого монстра будет поглядеть. Так, что топливо, самое главное топливо, на линкорах 21, то есть, судя по всему, немножечко заблункировались, на легких крейсерах низко топливо, на эсминцах у нас низко, да, печально. Ладно, давайте-то не будем мудрить, опять же, сейчас очень сильно надеюсь раскатать все это дело линкорами, отключаем тропеды пока эсминцам. Ставлю их на нормальные интервалы, ставлю их за легкими крейсерами, ну а крейсера, соответственно, за эсминцами. Оу, за линкорами, за линкорами, конечно же. Так, все, 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 поехали, поехали, поехали. Так, ход 27 не нужен, ход нужно пока что 23, сильно не спешим, X30. Все, такая очень длинная линия у нас будет кораблей без топлива, потому что, ну, по-хорошему, здесь построил бы лучше две колонны, но, увы, в дредноутах нет таких фиксированных построений, поэтому будем работать, как будем. Так, давайте-ка бронебоечка, опять же, есть шанс, что сейчас что-то падает, что-нибудь палубу залетит. Давайте посмотрим на немцев, вот, прям интересно. Да, смотрите, ничего себе здесь такая колончай с башеном у них на корме. Это шипение оседающей воды, конечно, так, немножко мешает, давайте лучше на второй линкор посмотрим. Прям да, да, башни меня не обмазались, мое почтение. Интересно, что у него с балансом, но выглядит довольно страшно. Вот, по-любому, какой-нибудь тоже проект эгрокатка переработанный, потому что, видите, трубы все вровень, башни установлены, как бы так, не сильно типично для бота, я бы сказал. Так, надеюсь, у нас крейсер, надо сейчас линейные посмотреть, где будут. Ну, прям интересно, да. Так, давайте-ка чуть-чуточку левее повернем. Дистанция сейчас до противника 13 километров. Вполне себе достаточно для наших 12-дюймовок, для поражения, для уверенного. Да, есть частичное пробитие, основной пояс, то есть, опять же, не в палубу. Увы, не в палубу, увы, в пояс. Ну, пояс тоже неплохо. Так, и первое продание у нас. Поймали одну 10-дюймовку к флагманам, благо в палубу. Благо, благо, выдержало, плюс-минус. Так, но главной немец уже запылал, и уже с затоплениями. Так, а вот их линейные крейсера, посмотрите, кстати, на компоновку. Давайте сейчас на замыкающего, опять же, я переведу камеру. То есть, вот так вот он выглядит, да, три башни линейные на корме. Опять же, признавайтесь, признавайтесь, чей проект? Нет, ну, скорее всего, бота, конечно, опять же, но... Но выглядит довольно интересно для бота, согласитесь. Ждем идентификации, прямо интересно, что они с балансом тоже. Но компоновка прям такая, свеженькая, свеженькая. Ладно, бьем головного. Сейчас, получается, смотрите, три корабля у нас, линии, четыре у них, да. У нас 30 снарядов залп у них, залп порядка, ну, 38-40, там где-то так. То есть, ну, плюс-на-минус поровну, да. То есть, их по 10 стволов на каждом из линкоров, и получается по, сколько там, по 8 линейных крейсерах, да. То есть, 20 и 16, ну, 36 на 30, получается, вот так же составлять. В принципе, не скажешь, что какое-то колоссальное преимущество. Так, смотрите-ка, они пошли на нас, они пошли на нас, ух ты. Какие массовики-затейники-то, а. Ать, еще попадание, частичное пробитие на свой пояс. Так, вот сейчас лун-вану, судя по всему, ждет настоящее испытание. Так, давайте как головного пока фугаса, потому что головной бьет у нас сейчас сильно по носу, под острыми углами. Хотя пробивает, блин, частичное пробитие отдает. Так, давайте-ка сейчас цели распределим. Средний сюда. Так, а ты, товарищ, давай-ка вот сюда. Все, твилинкоры, три цели, поехали. Да, фугасами явно получается пока лучше. Лучше бить по носу, больше урона наносим, плюс пожаре периодически. Но нам флагун пробивают, 9 попаданий уже тоже сделали, почти на 1000 урона. У них калибр поменьше, это мне спасает пока, конечно, да. Но с такой дистанции они будут пробивать. Они, видите, именно пошли рашить. То есть, видно, не понимают, что 10 дюймов так не работают, да, но подходят ближе. Они подходят ближе. Еще подходит, смотрите, подходит-то крейсером. То есть сейчас огонь моего линкора отвлечен на крейсер. Интересный ход, я думал, что это линкор. Но нет, это крейсер. Не посмотрел, сейчас за это могу пострадать. Сейчас 10 моих стволов бьют по другой цели совершенно. Хотя цель тоже важная, потому что, опять же, у них есть тропеды на крейсерах. И тут от этого не уйдешь никуда. Так, наши крейсеры-эсминцы вообще ужас. Считайте, конечно, сейчас наши крейсера просто куда-нибудь лево-набород, и пускай уходят с этого боя, потому что без топлива это будет только жертва. Это будут только жертвы, пока тропеды отключут уже всем. Здесь бой больших, хороших парней, без вариантов. Ай, ломают. Ай, ломают, ай, ломают. Так, надо бронебойки давать сейчас нашему флагману. Насыпали графу ШП, хорошо, конечно. Надо еще. У них тоже все пылают. Так, вот, кстати, прошла идентификация линкора. Давайте посмотрим. Смещение веса 51% у линкора довольно много, на самом деле. Довольно много. Так, а что по линейным крейсерам? А там линейки пока, увы, нет. Я понял. Ну, ждем. Ждем. Да, ломают нас, ломают их. Но мы ломаем посильнее, судя по количеству урона, конечно. Давайте немножко сбавлю ход. 20 узлов, немножечко право на борт. Сейчас просто классический линейный бой, да, на встречных курсах уже. Без вариантов. Так, граф ШП получает пробитие у нас. Получаем их и мы, к сожалению. Да, вот эта вот группа линкора бы немцев в прошлый бой, вот если бы они подошли бы разом, вот это было бы прям дико опасно. И без потери бы я точно не ушел. Вот так, вот так, конечно, ушел. Так, граф ШП все, наконец-то прикончили бронебойки нашего флагмана. Так, флагман пришел у нас по Нассау, который покидается в строй. Нет, давайте-ка сейчас Флагман Бейкет и по Ферст Бисмарку. Нассау досталось, Нассау пока хватит. Вот Ферст Бисмарка надо сейчас отоварить. Так, сочетал с полинейным крейсером, да, до тех, как это уже прошло. Смещение 69. Понял, понял. Ну, то есть крейсеране сбалансированы со всем у них. Ну, как бы не линейный крейсеране, линкорам баланса нет. Ладно. Работаем пока дальше. Так, у нас два замыка. Ну, сейчас у нас вся линейка получилась на бронебойках, да? Ну, нормально, нормально. Фугасы пока, я думаю, не нужны, потому что, видите, мы их пробиваем, мы их топим. Тут пока все хорошо. Здесь, конечно, стволы створились красного. Классно, сейчас ведем огонь. Дэвд, валенкор это куча. Возможно, сейчас еще и Гессен достанем. Нет, не достали или достали, не пойму. Не, не достали, не достали. Но кайзер и линкор получил затопление там очередную порцию. Так, крейсера пошли бить какой-то несчастный минус. То есть крейсера пускай так и идут, да, пускай бьют на миноносцы. В принципе, все правильно делают. Сейчас со светочным огнем пошлем его на дно. Все, работаем пока дальше по линейным кораблям по линкорам. Терпим урон сами. Так, у них флэшфайр. Смотрите-ка, у них флэшфайр на кайзер Вильгельме. Отрыгнул нас своими башнями. Жалко, в корму флэшфайр не пошел. Но кайзеру явно хватит и так. Явно ему хватит и так. Ведут огонь немецкие крейсера бортом линейные. У нас тоже, видите, как бы, да, периодически в огнях. Наш флот. Вот там кайзера прилетает, конечно, красота. Кайзера прилетает прям красота. Ну и у нас тоже прилетает уже на 11% потери непокурочную палубу. Такие они, бои за Африку. Так, ну, главное, что все затопления, все мы же забили ход, они уже не уйдут. Да, в смысле, где сущую корму уничтожили полностью орудие. Одну башню, как минимум, выбили. Может быть, две и затопление. Отлично. Отлично. Наши лунвана держатся. У нас, опять же, да, средний, получается, унфен. Унфей, да, неопрежденный, в принципе, остался. Замыкающий получил немножечко. Ну, головной, само собой, получил много. Много, но броня, ну, практически везде выдерживала. Затопления у них нет сейчас. То есть они вполне себе способны. И, наверное, наш, получите легкая линейка сейчас борется с их легкими крейсерами. Тоже отлично. Не отвлекается линкора наша. Молодцы. Так, я смотрю, почти все носом привыкнулись. Давайте-ка добавим огонька. Сейчас прибыл на фугасы на короткое время. Там залпы 3 сделаем фугасами сейчас. Потом то один носом идет, то другой носом идет. Так вот на САУ можешь сожгли краз фугасами. Отлично. О, хорошо пошло. Сейчас бисмарк тоже весь пылает. То с от носа до кормы. Давайте я тоже добьем сейчас. Нет, его, судя по всему, пожарами. Мы-таки не добьем. Так, ладно, давайте снова бронебойки. Неплохо накидали там. Так, тропед, тропед, тропеда. Блин, надо включать наши наши линейки тропеды. Пускай отстреливаются. И дымы. Дымы, тропеды все. То у нас там уже пошли тропедные попадания у нас. Там пока не критично, но тем не менее. Так, два немецких корабля уже тонут. Линкор не закончили. Осталось в линейный крейсерах, который, который смысл идут сейчас на хвост нашей колонны с эсминцами. Ну, они, конечно, настолько уже потрепаны. И смотрите, у обоих считаешь, что нет кормы. Да, вот опять же, где тонко там рвется, да, где три башни поставили, где много веса, там мы их ломаем. Ну, прекрасно. Давайте пытаемся еще бронебойками вслед накидать тогда. Ликошетов много, нет, надо фугасом. Надо фугасом. Хотя смысл сейчас, да, просьбе-то повернулся бортом. Нет, сейчас мы его затопим, как раз бронебойки. Сейчас все хорошо. Так, крейсерок там пошла прям резня какая-то дикая. В том числе и тропедная. Так, Гессен затопили, остался Ферс Бисмарк. Торпеды идут сейчас в наши крейсера. Но уже здесь ни хода, ничего я сделать не могу другого. Пускай встречные торпеды. Надеюсь на Алиэкспресс. Да, Алиэкспресс, торпеда не сработала. Прекрасно. Так, один минус, торпеды будут у нашей линкора. Давайте-ка право на борт дадим и больше хода. Увеличим до 25 узлов. Кромсаем сейчас Ферс Бисмарк. Он уже понял, что он не уйдет. 30% потерь на корабле. Так, у нас там какие-то затопления довольно неприятные, судя по всему, да? Или у немца. Понятно пока. У нас, у нас. Увы, у нас. Но и у них тоже. Все, давайте сейчас добиваем Ферс Бисмарка. Получаем кучу Виктори Пойнс. Опять с Кёльну затопили. Наши легкие силы, молодцы. Все, Ферс Бисмарк ухана. Давайте огонь на Дрезден. Ну и там... Дрезден сейчас пожалеет, что сошелся в тапелей. Когда 30 снарядов в него полетит разом. Ну, конечно, не разом. Ладно, здесь, судя по всему, залпаем по два. У нас бьют... Так, и фугасы. Давайте фугасы. Бронебойки, я думаю, избыточны. Пока фугасы. Все-таки куча 20-дюймовых дискрейсер просто распотрошат. Да, пошли залпы. Ой, е-е-е. Валили Дрездену, конечно. Все тонет. Дрездену тонет и Магдебург. Который сейчас уклоняется от наших торпед. Причем безуспешно. Одна у него точно в Крыму должна попасть. Сейчас вопрос, сработает ли... Не сработало. Алиэкспресс. Это чередно, наверное, назад торпеды с Алиэкспресс. Сколько уже не срабатываешь здесь. Это что у меня, а что у немцев, да? Когда-то не везет с торпедами. Ну, благо, что все хорошо с снарядами. Все, Магдебург тоже лопнул за залп наших трех линкоров. Покидаем бой. Подчистую зачистили противника. Хух-хух-хух. Десять кораблей у него было. Из них четыре корабля-линии. Два линкора, два линейных рейсера. 79 тысячи три поинтс мы получили прекрасно. Прекрасно покидаем. Да, просто поровным катком прошлись по немецкому флоту. Сейчас, конечно, тут я думаю, что они будут подписывать с нами мир, потому что не светит просто ничего уже явно. Так, и Нидерланды с нами подписали союз. Прекрасно. Шведы хотят Лигуан. Шведы пока нет. Пока нет. Мобилизируемся на Габон. Что у нас там в Габоне сейчас по соотношению? 87 процентов в четыре хода. Ну, пойдет. Скорее всего, в прошлый раз я думал, что их спас как раз немецкий флот. Подошел на эти бои. Так, у нас канал Средемное море. Но опять же, Льюйбуд у нас джиншоу против тяжелого легкого эсминца. Давайте автобойерные решим. Да, потопили моим эсминец. Туда и мы дорогу, в общем-то, французам. Все, прекрасно. Так, исследование. Исследование, четыре месяца. Ждем. Политика, с кем у нас там будут грядущие войны. Давайте посмотрим. Ну, британцы. Британцы и Советский Союз. Просто раньше из них сейчас ступят. Скорее всего, ставлен Советский Союз. Да, жалко. Но с ним опять же, сухопутная граница большая. У нас сейчас, в принципе, армия-то освободилась только для высадок. Поэтому у нас битвы с нами будут здесь, здесь и здесь. По трем провинциям. Так, а что у Союза логистика 100%. У меня логистика 27%. То есть, по-хорошему, надо строить много мелких эсминцев. Но я бы, конечно, так не хотел бы делать. Загрузиться сейчас будет опять же шестерочка тяжелых крейсеров. Тоже немножко логистику, может, подкинет. Так, ну давайте следующий ход. Посмотрим, что будет дальше. Так, в у нас немцы все-таки продолжаются. Немцы прям не отчаиваются, да, у нас. Ладно. Так, с британцами у нас ухудшаются световые отношения. Ладно. Плохо. Так, Франкфурт атакует Маджонг. 10 транспортов, увы, теряем. Увы, теряем. Так, мы атакуем Либервиль. 9 транспортов теряют уже они. Так, бой. Два легких крейсера, два легких крейсера. Интересно, но, пожалуй, автобой. Так, автобой в нашу пользу. Эльбинга и Кольберг, тяжело пораженного немца. Прекрасно. Так, корабли на минах подорвались. Но это у Советов. Главный адмирал Макс Башман из Германии пытался найти решение для мира, но приговор не уничаясь с успехом. Понятно. Понятно. Так, и конвой, опять же, Геннана сменится против крейсера и легкого крейсера. Давайте автобой. Да, потопили еще один легкий крейсер французам. У нас Джанкшоу тяжелое покреждение, но ничего, починиться. Главное, что потопили мы, а не потопили нас. Так, Либервиль, что у нас? 100% успех. Все, отлично. Они, судя по всему, уже забили этот регион. Так, я немножко забыл проискать рунванов. За что прошу прощения наших в Тихом океане. Давайте их переместим и захватим что-нибудь еще. Да, вот такой сегодня милитарист. Захватываю, крашу карту. Давайте сходим куда-нибудь к Маркизовым островам. Тем более, что действительно, как раз сопротивление у французов идет. Я думаю, что надо помочь местным партизанам. Однозначно. Так, а выездку я могу сделать? Могу. Куда? Конго, Айвай, Костак, нет, пока что Африка. Африка меня сейчас не интересует, мне там сил сейчас не хватит. Но все сразу, скорее всего. Вот Маркиз, надо не забрать. Маркизы и потом дальше пойти уже в Карибский бассейн. Тут, судя по всему, у французов больше ничего интересного у нас не будет, да? Ну, да, да, да. Но Маркизы мы возьмем. Так, все, давайте-то сейчас опять же делаем следующий ход. Дожидаемся постройки трейсеров. Так, напряженность, окей. Французы у нас внезапно меняют голову Миралтейства. Немцы будут все расшираться до конца. Атакуем Хакхау. Вот на Маркизовых островах как раз. Так, здесь у нас опять большой бой. Ой, причем здесь поймали же наши броненосцы. Так, их получается линкор класса Фландер. 22 узла, опять же, у нас тут куча, получается, уже, ну, 14,5 дюймовых орудий поймал наши броненосцы. Ну, вот тут бой будет напряженный, я думаю, что. Хотя, опять же, у нас реально много броненосцев, я думаю, что справимся. Так, ну, это надо привести вручную. Слушайте, опять же, да, вот бои, бои, бои. Прямо боты волнами, волнами бросает флот на нас. Жесть. Хух, ну да. Да, тут может быть интересно. Хотя, опять же, у нас все-таки 6 броненосцев, опять же, лонлана. Не думаю, что у французов есть шанс, в любом случае. Ох ты, уже, уже открыли огонь, нифига себе. Вот вы звери, а просто к топливу, опять же, что у нас по топливу. Топлив у нас 22% у броненосцев, то есть у остальных, скорее всего, еще меньше. Так, ладно, давайте броненосцы всей шестеркой будем использовать. Причем, зря же поврежденные броненосцы-то у нас. Так, крейсера, что у нас у крейсеров по топливу? Так, не вижу пока, 20%. То есть крейсерам пока что нашим тяжеленьким хватит на какие-то маневры. 22 узла не густо, конечно. Но это, опять же, наши юани здесь. Юани, блин. Юани, блин, это 6 дюймовки. Так, сминцы давайте в одну группу. Пока что за линкорами пристроим их. Сминцы, что там по топливу? Низко, да. Ну, то есть сминцы нам нормально использовать сейчас не получится, увы. Так, а что у легких крейсеров, опять же, у наших топлива тоже низко, понятно. То есть, опять же, скаутов у нас нет. Давайте их тогда за сминцами. Все, крейсера будем использовать отдельно. Право-наборот всем, всем, кому можно. Так, броненосцам ход 27 узлов уж могут развить. Нет, пока что давайте 20 узлов. У нас 12% точности. Надо сейчас скорее повернуть левым бортом и вести свой побольше орудий. Потому что броненосцев всего лишь по два на борт. Надо их побольше. Побольше их сейчас заюзать. Бьем и по-французскому получается линкор, да? С однорудиечками, все как надо. Зараза. Ладно, x5, давайте сейчас далее. Увы, без пробития. Броненосцев все-таки, да, слабовато орудие. Давайте пока на фугасы переведу их, потому что... О, да, смеська фугасы прям нормально. На стройку повредили, как есть, выбили. Молодцы. Оставить корабль противника без настройки, это прям бесценно. Слушайте, затопление делать каким-то чудом-то, нифига себе, зверя. Причем поезд, да, основной, кормовой. Интересно у них. Так, ресерам пока право на борт. Эсминцы перестраивать. Часть броненосцев. Слушайте, ну сейчас линкор противника просто засыпали огнем. Просто засыпали огнем. Так, у нас тоже одно попадание, ну тут совершенно не критичное. С противником мы здесь делаем всякое без регистрации и смс, да, опять. Что пытается устали сблизиться, но тут шансов у него уже явно нет. Слушайте, даже пока не буду фугасы выключать, потому что отлично работают. Да, Париж может быть полностью остановились, затоплены носа корма у него. Так, ПМК весь по эсминцу, причем, наверное, даже вот поэтому. Давайте-ка немножечко право на борт. Нас выйти-ка Мингардаре тоже потерял на свою конечность, зато затопление пошли. Где-то еще он схватил у нас, судя по всему, да, 356 миллиметров один снаряд в себя с Парижа. Ну это ладно, это мы потерпим. Так, рейсеря давайте тоже сейчас по эсминцу, все по эсминцу. Я думаю, сейчас должны мы тормознуть эти мироносцы. Мироносцы эсминства, что уж у них есть. Да, один из них отвернул сразу же. А, отвернул, многоторпеды упустил, я понял. Так, приносный ход больше, может быть, успеем пройти. Ну, пожалуйста, должны успеть. Нет, не успели, зараза, в корму. В корму, ой, надо нашего головного отводить. А то он сейчас тут, конечно, получил. Надо бы мне раньше пройти право на борт, однозначно. Так, давай сейчас туда лево на борт, ход 5 узлов. Не перевернись там, прошу тебя. Так, вы, товарищи, остальные, вам ход меньше. Давайте 10 узлов, пока сбавляем ход. Также лево на борт. Крейсеря на борт, точнее, вам право на борт, крейсеря лево на борт. Ход самый полный, выходим вперед, броненосцы. Это надо было сделать не раньше. Я боюсь сейчас, как бы мы с вами броненосцы не потеряли бы. Да, потеряем мы с вами его. Тонет. Мингадари тонет у нас. Увы, увы, схватил он торпеду, схватил он 14-дюймовый снаряд, и ему этого хватило. Первый потерянный броненосец, если не ошибаюсь. Нет, второй, второй, второй. Ну, моя глупость, конечно, здесь. На фоне такой успешной серии, как в немецкий флот весь притопило, думаю, что может еще пойти не так. А вот может, да, вот может. Так, я не понял, смотри-ка, что у нас два броненосца почему-то здесь делают, они что у нас по идее в колонии должны быть, но они почему-то не в колонии, они здесь решили отстать и заняться какой-то фигней. Это многое объясняет, почему ко мне прорвались эсминцы, да, потому что огневая мощь-то немножко другая. Так, 26 узлов-то, отходим немножечко в тыл. Отступаем, но мужественно, да. Так, два эсминца потопили, накидываем сейчас Парижу еще, у него там, опять же, множественное затопление. Эти, попал Тинь Шихуанди у нас в корму. Ой, еще подай в Тинь Шихуанди. Да, 356, два снаряда схватили, больно-больно-больно. Так, юани наши выходят вперед, 6-дюймовые, давайте, юани, сейчас все на вас против эсминцев, работайте по ним. Так, броненосцам отход, 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 отход пока. Ну да, что здесь у нас затупили наши эсминцы, да, эсминцы пока отдельно отцеплю туда. Что здесь полфлота, получается, просто отказался идти в бой, сейчас без топлива, там не знаю, без чего. Реаль, какие-то массовые волнения на флоте, смотрите, да, сейчас полфлота просто в бой не пошло. Ладно, ладно. Приду вам, как вас наказать потом. Так, юани, давайте пока немножечко право на борт, бьем, опять же, да, по этому товарищу, он уже без рулей. Отведу немножечко броненосцы, сейчас отведу, наверное, куда я их, немножечко право на борт сейчас завернем, вот тогда. Подальше от этих эсминц, 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 под то очень много такая юаня гоняй они вы куда вы куда вы куда они не вы не заворачивайте чашка торпеды в упор по не пойдет карабинер так сделали затопление в карабинере слабенькая в упор до походит трём тяжелым крейсерам и ничего все нормально так юань торпеды пошли да сушки и они сейчас чувствую подтащит мосту даже клоняться не особо некуда тут прям такой залп что надеюсь на торпеды с алиэкспресса но не тут у француза торпеда нормальная француза прям не алиэкспресс ни разу так карабинера мы конечно затопили но у нас крейсера потащили очень сильно так колонантри верю щас объем все крестом надо отходить а бренос нас уже отошли бреносцы молодцы до кучи эсминцев у них тут так бреносцы можно пока ход скинуть узлов на 20 наверное дать к сейчас по парижу потом то что-то откачивается судя по всему да у нас не дадим это сделать бронебойками накрошим еще здесь получится крестами кажется что не уйдут вы доктор бреносцев с огонь подослаб так на париж получил еще одно попадание до машинки выбили так и тонет нас юань его не ушел до кровавейшее сражение конечно здесь идут кровавейшие но не ход ведь не ход хода нет них нет топлива топлива чтобы уйти нет угля нет машинок это понятно хоть не слушайте нет топлива то есть 6 узлов них 8 узлов ну вот ну вот у них максимальный ход 8 узлов больше ничего не сделает сожалению так на париж мы затопили это хорошо да немножко так был окружение от успеха пускал слоил то есть да на фоне боев с немцами сейчас подрасслабил булки и плюс броненос реально делать куда дичь на сварите прямо ты не значит это делаю тут хайфа да и вот второй который там кончен как цепляем его давайте отцепим тухаев сейчас так давайте сейчас прицепим обратно к нашему боевому строю может быть так может не так издупляться потому что они делают куда дичь так наша линь линеечка право набрать немножечко немножечко объем по тяжелым крейсером давайте всех по главному недолго близко косминцам сейчас нашим добивают наших юанев до 2 добили но и на тому же увы ничем не помогу абсолютно ничем опять же даты искали броненосцев они должны вступать в бой то есть не чисто для высадок но французы их поймали в этот раз так пейха потопили французам топим 2 добре но свадьба издуплились опять честно сильно подвел то что броненосцев линии казахские кто не проверил а зря понадеялся на сознательность командиров но нет нас полоскады в будете отказалась и это сейчас стоило мне повреждений стоил затяжки боя стоил в 3 тяжелых крейсеров увы увы юаня во флоте у нас больше не будет к сожалению закончится немножко так ладно броненосца давайте заканчиваем с бульдогом бронебоечками его пока там эсминцы занимаются нашим тяжелым крейсерами закончим с их тяжелыми кораблями тоже потом будет немножечко легче надеюсь да отлично счет даст дима очки засадили наш броненосца него затопление 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 хекси мы потеряли сейчас жалко но и бульдог у них пошел к одном все бронем стать немножко право на борт эсминцы право на борт тоже сейчас выбиваем все что видим с 5 бой там и выиграем на потери да жалко броненосец жалко 3 крейсером они не должны были быть потерян это сейчас чисто море слабон такой и безусловно уже то что бот затупил ну вот здесь меньше степени здесь море слабон я сам слишком близко провел к противнику поздно вывел их за броненосца да потом слишком близко провел к противнику то есть надо было давать по газам назад не раньше ну ладно гостица будет недовольна конечно не даст и миска рисую миссами из курицы кускай и и кошка жену до придется терпеть так давайте броненос аккуратненько проходим через крейсера через наш эсминца тут у нас он легкий крейсера пошли топим их всех до затопления карта нормально там они бочку не укрошат сейчас мы отомстим за наши крейсера то 19 торпед прекрасно все он на дне надежу можно дальше не трогать так отлично дыма к северо-востоку это как раз нас искали противника сейчас . при так броненос . хоть чуть-чуть поменьше узлов на 18 поставлю потому что судя по всему будем с ними параллельными курсами просто так они в дымах их сейчас не вижу лучше пошли вперед эсминцы пускай подсветят или пускай проще закончится дым и метод устроит так броненоса 20 узлов смыть-ка не охватывает мне сейчас тоже такой полу дугой и пошли не на броненосца так броненосца 20 сейчас 10 узлов ход меньше точность больше и погнали резать крейсера опять же да спать крейсера крейсера пошли пикировать на броненосца но тут я думаю что мало чем светит так а наши эсминцы эсминцы противника воюют но тут уже конечно тяжелее нам так а давайте-ка дымы тропеда первых эсминцев прошли мимо так суши затопили потом дальше но сейчас пятерочка броненоса как эффективнее работает да согласитесь как осминцы наши подвернули дать сейчас пинца право набрать снова броненоса тоже немножко право набрать броненосом ход снова 15 узлов разгонимся если по нападу тропеда то хотя бы пройдут за скоростью вряд ли они пойдут а вот двух крейсеров французы точно не считаются это факт они пытаются сейчас уйти но уже нахватали повреждений так что уйдут невероятно только на дном так броненоса 20 узлов сильнее право на борт шли нас разошлись так где наш крейсера сзади за эсминцем полу потихонечку ладно хорошо красиво то ждал с такой расход получился построим так к смоу потопили французский крещенцы что это подумайте на словосочетание малыш это что-то нашем нет это не нашим что здесь хиран дель топим и торпеду за за чего упустил гад попал опять минус рисовая конечность ладно шоу в тюрьму близковато подошел сам виноват сам обидно выбиваем очень сильно но вот раз немножко до залпа не хватило чтобы потопить так осминец противника от нас уходят она их уже вряд ли догонял своими сменцами мне максимум 18 узлов поэтому все что могу сделать раньше забить два легких крейсера французом уже и всем да ну цинь шхуан 10 актуальны сейчас актуальны сейчас ведь вполне могут бороться с карли с поправкой что из карли конечно ровко что из кадре но вот не без потерь если так слабо не играть так не работает так где стенджа давайте топим сейчас и потом у нас будет кто там про так потом про так закидываем трудно с дюймов к милым и то что самое средство до персе бои боя почти без топлива вот в этой африке это жесть какой-то сами кажется ничего кроме линкоров тащите смысла потому что просто у всего-другого закончится топливо очень быстро так смотри-ка наши смистов дональку ты сменить противника могадор да сейчас у нас будет борьба дальше прекрасно это опять же да вот наши шифа куча 88 кучка латушек но вот толком то не попадают если попадают урон слабый что-то поделаешь так лавать вернемся к броненосцам и вернуть немножечко вправо от этого делаем затопление но в принципе все ему уже хана отсеков там натопили ему да все все он погиб разворачиваю броненосцы за эсминцами но тут скорее уже не знаю зачем потому что судя по всему только димагадор его мы добьем и так да без помощи броненосцев вот зараза попал топливо топлива у нас сейчас ход уже какой у нас сейчас 17 злов уже падает давайте поэтому магадор блин гад час еще мне сми не затопит наши 88 стреляют но толку мало очень мало толку это почему-то вот в этой компании 88 я совершенно не зашло на мгадорщик пытается даже уйти от меня нет делаем сквознячки так дайте конфуга с переключить на фугасами будет лучше только ощущение что маска бронебойки пролетают эффект особо не наносит сейчас два затопления сделали но все слабовато попробовать фугасами вот 600 урона торпеда уничтожили отлично отлично торпед у нее больше нет частичное пробитие пожар фугасом реже попадаем на бронебойки чаще дали попадания корму вносим не дать бронебойки ладно может затопление что-то делать на затопление тоже дырочка диаметром 80 метров конечно любви не то что сложно заткнуть к лица да и устранить затопление но все-таки много таких дырочек еще прошедших насквозь через корлы то всякие машины и прочее до всем которому затопили но остальные сменцы от нас явно ушли покидаем бой кровавый получился бой довольно тяжелый четыре корабля пулы потерял один броносист 3 крейсером пройти не пчел 13 по и три поинска конечно в плюсе 48000 на против 19 но все равно эти 19 быть не должно покидаем хух да как дорогу ярости в африке у вас прям идет доема еще один бой смотрите али минус класса гесса немца подвели но это мы все уже видели ваш рискнуть автобоем потому что не хочется опять же переживать же и вас этим потопление немцев несколько не везет дать дадим шансом на автобою но что-то шанс не сразу играли потопили мне что не потопили здесь два легких крейсер эсминец два эсминца м потопил тяжелый крейсер получается легкий крейсер и все нашлись бортами можно сказать да да ну надо было что просто спрад опять же бой где сейчас нашего ванна просто решали бы но но смысл это мы уже видели много раз так андерланды джеки чана нет пока пока нет так что у нас тут французы контроль над маркизами возобновили это конечно прекрасно но сейчас мы их снова отожмем так у нас бой геннаны джяне опять же средиземки давайте тоже автобоем лак глисонер им топили прекрасно где они получили среднее упражнение пускай уходит отлично так давайте-ка сейчас объем отражение как раз уже мы на маркизов острова раз французы взяли под контроль то как раз самое время их деколонизировать и колонизировать даже пользу китая так морское вторжение давайте убираем да вот на 5000 том все поехали туда так движок у нас будет через два хода понятно вообще жаркие то с получился конечно серия много боев много торпец алиэкспресса не ожидал что будет прям так кроваво здесь у нас ближе африки прям куда железное дно можно сказать здесь у нас новенькое образовалась вот и думая построить новые линкор лебринейных рейсов но я думаю что как раз уже с этого начнем с вами на следующую серию потому что уже тут на полтора часа у нас сражение есть эта серия получилась чисто боевая но тем не менее давайте сделаем еще один ход до августа тринадцатого года посмотрим что нам принесет возьмем ли сейчас вами габбон тоже интересно так война с тем что опять продолжается тоже классика атакуем хакао да есть так динкерк у нас поймал два наших легких крейсер пытаемся убежать убежали потому что драться на легких крейсерах с линейным такая себе затея новенькие торпедные у нас аппараты прекрасно спасенная команда здесь все ясно так ниро надо хотят купить три юаня были нидерланды наверно нет лучше потом очень новенькая и смотрите у нас веревь освободились построились наши крейсера отлично отлично так габбон мы тоже взяли тоже отлично так у нас бой за конвой но опять же здесь я сыграл бы на автобоя хотя фуджан конечно не иметь шансы маленькие потерять но нет не потеряли смотреть он потопил дюпи долом и протектрис мы потеряли сменец один сменец материал класса шифо но фуджан здесь все порешал фуджан молодец хорошо так это вот одно второжение габбон мы сами захватили либре вильц при нас здесь пор довольно большой 27000 тонн ну конечно не такой большой для линкоров как хотелось бы вообще его поставить бы на ремонт и бы топлива пополнить а то конечно из карли без топлива это такая затея либо хотя бы те же сам броненосцы даже дать еще броненосцы загоним в первую очередь потому что им 10 хуже всего досталось напускают либер вильпе часть броненосцев скот уже ушла на ремонт куда я пока не пойму но куда-то их телепортнуло надо бы потом их доставать оттуда да куда я могли уйти то насквозь сайгона опять же да нет сайгоне ска один броненосец даже не представляем бы смотреть потом по списку кораблей где они у нас not ford bayard нас наш варвар стоит охраняя здесь так и в шанхае еще должны построить да 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 у нас есть 10 новых тяжелых крейсеров с классным вооружением вот будем как раз мы с вами следующий сервис разгонять опять же в бой 10 крейсеров опять же вижу то есть эти крича как отдельные подкульные скары да что мне от рейдер не доказали мы побережье то есть поставить вот в каждое море там желтая филиппинская да в южную азию куда-нибудь там бенгальский залив тут покрыть сюда с одним для эсминцами просто опять же чтобы защитить защитить свой порт от рейдеров то чтобы сюда приходит как легкий крейсер это неважно немецкий французский до напарывается на мой тяжелый бой как бы и он на дно то есть потому что рейдер очень сильно доказывает на экономику сейчас мне это не нравится категорически и надо сейчас с этим будет что-то делать логистика у него полокс на 24 процентов но возможно сейчас через ход возрастет то что не факт сейчас крейсеры тяжелые посчитались еще логистика конечно печально 80 кораблей действующий флот да получается у советов 97 а почему 80 90 то что я щас 8 кораблей чего ремонт ушло кстати да тоже поэтому так поэтому так ну советов области мощные 8 линкоров тебя броненосцев и линейных крейсер 14 тяжелых 20 легких 19 сменцев и 30 на ностов еще осталось даже ничего себе то есть такой довольно сбалансированный флот неплохо неплохо британской самой мощности мы похоже будет интересно советом вас получается отношение минус 98 уже то есть вот следующей серии война с советами практически неизбежно можно к ней уже готовится да и как тяжелые крейсера вполне себе возможно что в воде востоке ты будут бороться у нас сейчас с советским флотом сюда бы конечно вернуть какие-то линкоры но увы линкором будем с вами только проектировать через месяц а новых пока что не строили поэтому возможно будем бороться с этими тяжелыми крейсерами поглядим потому что возвращать лунванов с африки не хочу здесь бы как раз по ней пройтись бы до хорошенько чтобы закончить сими колониями потом войти снова вселенное море добиться алджира и тунис и потом может быть даже добить францию чем черт не шутит почему бы нет поглядим но это будет в следующей серии вот она сегодня все большое спасибо надеюсь что бои вам понравились и вы не слишком сильно расстроились из-за того что стройки у нас таки не случилось я сам хотел построить новый линкор либо линейный крейсер на 5 логично устроить до когда освободятся верфи верфи освободились только сейчас и красного будет новенький турбина до хоть немножечко будет поменьше дыма поменьше вибрации то есть опять же логично делать все таки именно на них на мой взгляд поэтому поэтому так у нас будет новенький легкий крейсер 11000 тонн тоже можно потом легких вечера запроектировать посмотрим опять же может быть сделаем с кивом следующей части потому что видите опять же замечать довольно много стройки как минимум легкий крейсер линейный крейсер надо будет делать поэтому тут может быть так может так подумаю подумаю что смогу опять же на этой неделе потому что есть на этом еще какие планы вам что-нибудь показать тогда эти разве построим вот ну что она сегодня все всем большое спасибо опять же и до встречи в следующей уже девятой части прощения компании за китай ультимейт эдро лидноутс пока что нить показать